Бизнес, инвестиции, бюджет, привык. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Симаков заявил о бесполезности нескольких кировских мубов. Глава городской администрации Вячеслав Симаков в эфире нашей радиостанции отметил, что есть муниципальные предприятия, в необходимости которых он не видит смысла. В связи с этим намечается оптимизация. Сейчас власти, по словам градоначальника, анализируют, как работа этих мубов пересекается с работой органов местного самоуправления. Цитирую, нужно более эффективно использовать штат мэрии, а от ненужных учреждений избавиться. Сейчас ищем способ, как сделать это менее безболезненным, заявил Симаков. Также он рассказал, что в последнее время после проведенных проверок было уволено уже пять руководителей подведомственных мэрии организаций. В ряде случаев заведены уголовные дела. В Кировской области у экс-депутата могут конфисковать 3 миллиона рублей. Депутат из Белой колонницы нарушил законодательство о противодействии коррупции. В 2021 году на его счета поступило 2 миллиона 800 тысяч рублей, законность получения которых не была подтверждена, рассказали в областной прокуратуре. Полномочия депутата по результатам проведенных проверок были досрочно прекращены. Также прокуратура обратилась в суд с требованием обратить эти деньги в доход государства. Сейчас иск находится в стадии рассмотрения. В эфире «Экономика». Каждый пятый житель Кировской области работает удаленно. Такие данные по итогам 2022 года приводит служба исследований Headhunter. Чаще всего не ходить в офис могут позволить себе маркетологи, работники искусства и медиа, а также IT-специалисты. Кроме 22% кировчан, которые работают полностью удаленно, еще 20% работают в гибридном графике, то есть проводят в офисе часть времени. В таком режиме чаще всего трудятся работники банковской сферы. Что касается возраста, то работать удаленно предпочитает молодежь от 18 до 24 лет. 58% жителей Кировской области продолжают работать традиционно в офисе или на производстве. И в завершении выпуска курсов валют. Доллар сегодня 71,33 рубля, евро 75,66 рубля. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове.